Так, у нас все уже опытные, даже не будем обращаться, потому как правильно стоять. Давайте сразу тянем зелочкой. Делаем палец на литерочку. Вот теперь делаем его небольшим, маленьким, таким, таком челочком. И будем совмещать визуализацию с возможностью ее трансформации от одного органа к другому. То есть у нас зрение, как правило, со вкусом не сильно связано. Или там вкус не сильно связан с осязанием заболеваний. Вот представьте, что у вас этот шарик соединяется с чашей, которая у вас в руках. И вы берете, и вот это содержание этого кубка начинаете пить. Вот прямо сделаете желтый цвет, и представьте, что вы так... И выпиваете. Теперь представьте, куда у вас пошло вот то, что вы выпили. Оно у вас пошло куда-то в живот. То есть вы же не сильно представляете вообще, что происходит с жидкостью, когда вы выпиваете. Куда она? Вы знаете, что потом она как-то вот сюда заходит, а потом вы ей можете пописать. И куда-то она еще через поры в виде пота может произойти. А вот попробуйте отследить вот эту жидкость, когда у вас вливается, куда она у вас может пойти. Причем вы, если будете делать вот это движение, протряхивание, вы прямо представляете, куда она дальше распределяется. Это умение наблюдать за собственной вот этим праной. У меня, например, в свое время было открытием, когда меня учили этой технике в Тибете. Я тогда не знал о латомии. И я абсолютно был уверен, что легкие, это вот когда я разделывал в углу рыбы, это у них два пузыря. Я был уверен, что это легкие. То есть, да, вот первое образование у меня, казалось, было техническое. Потом я уже получал всякие медицинские, психологические. Я в чем-то уверен, что легкие у нас были вот тут, и что у меня тут два пузыря. И для меня было большим открытием, когда я вдруг узнал, что это не так. Как я это узнал? Я увидел, куда у меня вот это распределялось. Сейчас вы выпили жидкость и посмотрели, куда она у вас течет. Теперь попробуйте еще раз сделать. Сделать голубого цвета субстанцию, назовем ее так, или назовем ее прану, и взять ее и вдохнуть. Вот это правда. И представьте, куда она у вас идет. Ну, какие версии есть? Альберс, куда у тебя голубая субстанция вошла? Я вообще-то в спину кулют. Вот у кого куда она потекла? Я в голову. В голову пошла уже. То есть у тебя она в голову уходит. Куда-то в голову. То есть, смотрите, мы абсолютно не осознаем, то есть когда в нас что-то входит, мы абсолютно не понимаем, куда это дальше девается, пока это из нас не выйдет. Что там происходит внутри, нам вообще непонятно. Вот дальше, просто я вам такую заманиловку скажу, что, когда обучают в серьезных техниках работы с праной, то через какое-то время начинают различать разные виды праны. Так вот, там не учат анатомию. Там изучают праны. Как эти праны входят в нас и как они там распределяются. Так вот, когда мы пьем, в нас входит один вид праны. Когда мы дышим, в нас входит вместе с воздухом другой вид праны. Точно так же из нас есть еще и всякие в процессе опаны выходы из тела. То есть, это тоже разные субстанции. То есть, когда мы едим жидкую пищу, ведь никто же не задумывается, каким образом она у вас разделяется на твердую и жидкую там внутри. Это же как-то происходит. Так вот, внутри себя можно отслеживать разные виды праны. Я просто сейчас это как... пытаюсь как-то донести вот понятным языком. То есть, когда вы пьете у вас в одни места, там уходит, когда вы дышите другим. Так вот, когда вы делаете какие-то упражнения, попробуйте немножечко отследить, какие тонкие праны вас двигаются. Не подключайте до ума. У большинства людей нет даже картинки мира, как выглядят легкие, как показал опыт. Я когда поехал первый раз на вскрытие, да, я увидел печень, я был очень удивлен. Какого размера печени и где она? Кто знает? Мы знаем только на базаре, что продают. Ну, там же от куриц, от свиней, от короля. А? А вот так, но много не отличается. Ну, где она? С правой. А? Под ребрами. Под ребрами. Под правой. Под двух сторон. Под правой. Ясно. У кого? У кого где еще печень находится? Это курс школьной анатомии. Я когда начал преподавать, так сказать, анатомию для наших европейских йогов, я потом понял, что то, что от меня хотят узнать про анатомию, это уровень четвертого класса. Сейчас. То есть, в четвертом классе мы это изучали. Вы находите печень легкие. К середине жизни все уже забыли какие-то... У кого ли болит? У кого болит? Если кто-то знает как выглядит орган, как правило, у него это болит. Так вот, очень важный момент. Когда вы вдыхаете, отслеживаете, что у вас наполняется. У вас появится чувствительность к разным видам праны. Это очень полезная вещь, и потом расскажу, что с этим можно делать. Но вот попробуйте сейчас повизуализировать опять. Создали каплю. И взяли и вдохнули прану. Придайте ей какой-то цвет. Посмотрите, что у вас расширяется и что у вас сужается. теперь попробуйте сделать такую вещь. Вы вдыхаете право и потом выдыхаете. Отследите вдох, выдох. Когда приезжаешь в серьезные школы, например, в Индии, как правило, первое, что начинают учить европейцев, это правильно дышать. Оказалось, европейцы все не умеют дышать. Каким местом вообще можно дышать? Куда акценты можно вносить? в грудь. Ну, мы должны дышать, потому что мы дышим грудью. Ну, покидом так, на очередь. То есть, если дышать животом, то что будет происходить? Не дышит грудь. Здесь очень важный момент, чтобы вы умели дышать равномерно всем. Потому что в боевых искусствах как раз-таки почему учат животом дышать? Нужна работать хара. Это стимуляция хара. Но когда вы расслаблены и лежите, животом дышать не нужно. Нужно как раз-таки учить себя дышать верхней частью легких. Потому что все, у кого очень нравится всякие астматические вещи, туберкулезы, это застой верхней части легких. И когда тибетцев, которые жили в очень разряженном воздухе, в горах на высоте 3-4 тысячи метров, Китай начал рисовать, и они ушли в Индию, то во всех этих поселениях им тогда правительство Индии дало поселение на берегу моря, и у них в течении нескольких лет началась просто эпидемия туберкулеза, астматических заболеваний. Тогда были специальные ламы, которые ездили и Далай-Лама написал прошение низкого правительства пожалуйста выделите нам территории в горах. И Дарамсала где сейчас ставка Далай-Лама как раз таки находятся в горах. Почему? Тибетцы привыкли с детства дышать разряженным воздухом и из него брать максимум кислорода. Когда же они спустились с гор к морю там была большая концентрация кислорода в воздухе и они начали дышать только животом. И у них здесь образовалось болото. Всюду где у нас есть болото там возникают условия для бактерий. Ой Димочка садись пожалуйста не часы. Я забыл. У меня леность не понятно и в результате у меня все тихо не делается. Поставь их туда. Поэтому когда вы стоите и вдыхаете сделайте поэтапно вдыхаете по какому принципу вдох идет вот сюда в макушку в голову потом он по спине сползает на поясницу и потом он заполняет грудь. Я уже два раза выдохнула завтра. я понимаю у тех у кого сросшиеся ребра в грудном отделе у них обязательно будут сложности с задерживанием дыхания. Поэтому когда едешь Марина тебе на занятия сюда ехать часа три да? Дольше можно излепой меня восторгают люди которые ездят на занятия издал выпил все излепой фантастика вот где-то борис сегодня он из Толсы есть яхутер в Толсы это был лет пять назад где-то оттуда доехать это подвиг когда вы вдыхаете вы сначала научитесь вдыхать макушке сюда шею по спине и вниз это даст возможность вам научиться янскитонизировать себя то есть когда у нас идет задняя стимуляция словно говоря мы берем ведро воды и себе на спину ход то у нас геокронизация по задней части спины и по низу вот когда вы вдыхаете задней частью спины и поясницей у вас опускается поясница вот этот зажим который бывает стрессом сталь у вас успокаивается ум и когда дальше идет набирание воздуха в груди у вас начинают работать легкие а потом уже заполняется хара в груди в груди уже подыхание идет это ты думаешь у тебя вот так он сбегает нет у тебя идет когда шарик надуваете один бок у него второй третий причем если шарик будет иметь какую-нибудь форму и будет шариком а каким-нибудь там зверь коником то одна нога надуется то вторая то третья это не значит что воздух не идет всюду просто я рассказываю о том как вы можете за счет дыхания стимулировать у себя янские процессы вот когда вы будете делать вдох и если вы сюда будете поджимать подбородок у вас будет натягиваться шея и там у вас будет автоматически происходить вытягивание шеи и когда вы будете дальше вдыхать в поясницу и в спину то есть спину и потом поясницу то у вас будет за счет диафрагминого дыхания выдавливаться и раскачиваться позвонки в спине поиграйте дыхание а у меня вот вопрос по поводу выдыхания позвонков на место их же нужно как-то еще закреплять чтобы они там остались поэтому когда ты выдыхаешь чашу ты можешь ставить пятку на спину и напрягать тело так же как мы в самом начале занятия себя двигали вот так то есть за счет визуализации ты начинаешь напрягать мышцы то есть ты будешь без усилия добираться до тех глубинных мышц которые держат мышечный каркас потому что как правило когда вы так быстро двигает гантелями вы работаете с поверхностным слоем мышцы а не с глубином а вот в спине вот эти мышцы связанные с поясничным мотивом они уровень глубинных мышц почему и получается когда ко мне приходят всякие культуристы я тебе покажу каких мышц у тебя атрофировано вот я на пояснице верну и показываю как это почему потому что в спортивном зале все сделано как правило на мышечный каркас который внешне мы видим а это внутренние мышцы они не видны это то почему я всегда думал почему буду в китайском варианте рисуюсь таким большим животом и таким вроде оказывается финал заключается в том там имела ценность не внешней мышцы к тому же у нас есть такой чемпион Емеляенко по-моему по его искусству да видели он же не выглядит таким по качку вот так на улице встретишь и на пляже но обычный такой мужичонка вообще никакой вот как раз таки в нем потому что там идут и техники из бокса и из борьбы и так далее вот здесь как раз таки та группа мышц которая нам дает здоровье она оказалась не внешней она оказалась внутренней а вот эта форма когда он это как раз умение расслабляться и получается что вроде кажется что чем там он более мощный борец боец то у тебя он должен быть вот такой весь вот такой нет он будет как раз таки с такими вроде внешне очень простенькими вот поэтому когда вы вдыхаете вы вдыхаете себе в шею в голову и ее натягиваете потом переводите в спину и в поясницу и ее напрягаете а потом в грудину и ее напрягаете причем во время напряжения когда у вас грудина надулась вы задерживаете дыхание и немножечко вот так с удовольствием двигаете и вот тут у вас должны вот эти мышцы то есть для женщин тоже достаточно важны кто хочет чтобы грудь была словно говоря она такая не упавшая а вот такая вот эта мышца очень важна вот ей нужно уметь двигать этой мышцей и вот когда вы грудь набрали то вы ей двигаете почему когда приходит женщина когда я вижу что у них мастепатия начинается это вот эта атрофация этой мышцы те кто двигают этой мышцы у них не будет там мастепатии и так далее точно так же те мужчины которые умеют отпускать поясницу у них не будет никаких непростатитов ничего потому что это связано с кровообращением таза и у женщин все женские заболевания если там хорошее кровообращение не будет никаких застойных процессов поэтому просто за счет дыхания и вот таких штук вы можете полностью прорабатывать у себя практически мышечный каркас и тогда не нужны вот эти все безумные что я вот для меня последние две недели я посещаю всякие спортивные залы я просто а были какие-нибудь хорошие нет есть есть очень неплохие тренажеры но немножко по-другому то есть я как раз общаюсь с тренерами которые должны как бы обучать правильно но они обучают так чем вы их научили вот приходится сейчас прямо проговариваясь слушай вот посади вот так спину вот сюда шею вот сюда и он говорит ой слушай совсем другая группа мыслей работала на том же самой тренажере есть как бы хорошие вещи которые каким-то образом получились но вот тут как раз таки очень большое значение имеет продыхивание то есть когда не просто вы сидите двигаете какие-то тренажеры а когда вы еще и продыхиваете это дело вот видите сколько мне времени понадобилось чтобы подвести вас вот к этой простейшей вещи которую вы можете делать в любом месте на машине вы стоите в коробке не знаю где-то едете куда-то на автобусе на электричке или кто на чем и вы можете просто тихонечко так и продышать в эту сторону потом взяли сюда продышали потом сюда выдох выдох сам получится если конечно ты будешь отслеживать как в тебя входит и как выходит то ты визуализации еще будешь добавлять причем нужно так выдышаться что звездочки начнут летать вот я помню не сомневаюсь помню ты был на прошлом занятии сказал если что не было так устало к концу занятия а вот как раз таки в этом и есть эффект что здесь есть возможность забраться в те мышцы в которые мы в обычном тренажерном зале мы не забираемся и вот тут если вы запустите у себя вот это дыхание косми и у вас включится вот это внутреннее зрение у вас появится возможность просматривать как вы себе чего выдавливаете как вы на место там что ставите оно у всех откроется то есть момент оно у всех откроется опыт нам показывает все что этим занимаются рано или поздно в каком объеме вопрос но у всех развивается чувствительность практически все кто занимались так сказать у меня или у тех у кого я учился говорят что какое-то время проходит у кого-то может сразу включиться и вот потом человек начинает ходить и вот как правило вот так делать руками потому что ему становится интересно как это какая-то чувствительность оказывается потому что отсюда мы реально можем тоже выпустить вот эти сканеры причем здесь идет параллельно внешнее сканирование развиваете и внутреннее вот сегодня мы занимались внутренним вот когда мы там потолки энергетические щупаем подушечки это мы внешне вот тоже начинается развлечение внешнего сканирования внутреннего сканирования и вот здесь сегодня то что вы осознали как раз это очень важный момент для оздоровления и тогда вы начинаете все это делать осознание вот попробуйте немножечко походить по кругу вот с этим чтобы вы поняли что это можно внедрять повседневную жизнь незаметно потому что можно когда начинать делать у меня болит вот здесь когда поворачиваешь то в одну стану все это идя туда то в другую то стану вот и попробуйте подышать ходя и попереключать чтобы вы начали чувствовать что есть вдох в шею потом вы этот объем можете перекинуть в поясницу потом в грудину и будут разные группы мышц работать а как в дыхание мне например я не могу на одном дыхании прям добраться вдохнула выдохнула опять вдохнула выдохнула вдохнула в голову и шею выдохнула а потом в спину вдохнула выдохнула но замечаете различие что есть разница между тем как вы вдохнули в шею как вы вдохнули в спину как вы вдохнули в поясницу как вы вдохнули в груди, как вы вдохнули в живот что это разные вдохи разная группа мышц и сразу же учитесь себя не просто вот так каменеть, а сразу же еще добавляйте сканирование положения рук, играйте там как-то пальцами, чуть-чуть руками чтобы вы чувствовали как это увязывается и с ногами вот тогда у вас будет в естественной форме возникать так называемое вот в традиционной есть формы, которые заучиваются а можно научиться их чувствовать вот попробуйте сейчас понапрягать шею вот это метод вытянуть шею себе расслабляем расслабься выдох, верши двигайтесь, двигайтесь, это вы остановите я хочу, чтобы вы именно попробовали что-то есть вот в разных положениях тела Так, иначе вы будете на одной ноге только делать. Руками на вдохе надо? Там идёт и на вдохе, и на выдохе. Ты в какой-то момент научишься отделять. У тебя будет понимание, есть мышечное положение, есть проническое положение, то есть энергетическое, и есть то, что ты визуализируешь. И ты можешь это всё вместе собирать, а можешь разделять. Поэтому на вдохе попробовал так, на выдохе отпустил, расслабился. Опять, при напряжении ты будешь иметь более яркую чувствительность сначала. Потом вдруг заметишь, что и на вдохе чувствительность можно сохранять, и на выдохе. И когда идёт соединение с натяжением шеи, например, то можно ещё усложнять. Можно одну ногу вот так к себе подтягивать. И тогда будет настолько ярко чувствоваться поясница и шея. То есть это было одной ноги. То есть любое усиление положения тела вы будете за счёт вдоха и натяжения мышц если ты как-то растянешь и не усиливаешь. Ты почувствовала, что усиливать можно? Ты не цепляешь? Ну, я сказать не могу на обоях. Ну, значит, на обоях стой. Здесь стоит хорошо. Ты можешь просто даже вот так положение немножко сделать. Даже чуть-чуть нагибаться. Вы можете, даже если вперёд чуть-чуть нагнулись и вдохнули, вы будете чувствовать вот это натяжение, как у лука. Потому что вот до сегодняшнего занятия, я думаю, любому практически из вас скажет «Подыши шеей». «Так что это такое?» «Подыши поясницей». Было бы непонятно. А сейчас вы уже понимаете, что шеей, оказывается, можно вдышать. Забегая вперёд скажу, что для того, чтобы вытягивать позвоночник, вам нужно обязательно научить себя вдыхать шеи. И как вы научите вдыхать шеи, у вас начнёт вытягиваться шейка. И вот те, которые торчат, у кого атлант не на месте стоит, у кого пятые, шестые позвонки выскочившие. Это метод их растянуть естественным путём, безопасным путём. Потому что только вы чувствуете, с какой силой это делать и как это вытягивать. Причём не ставите штуку вперёд. У вас же есть правая сторона, левая. Он постоянно что-то хрустит. Это нормально, а то же самое. Это как раз-таки мягкое, плавное должно быть хрущение. Вот эти штуки начинают расходиться. То, что спрессовано было годами, оно начинает растягиваться и на многих. Там все зажимы, которые были связаны с шейным отделом, которые годами у вас вообще туда не залазили. Оно начнёт сразу же сигналы до того, что её выпало, что-то происходит. И теперь, как дополнительный эффект ещё, вы можете создавать шарик энергетический. И вот этим энергетическим шариком залазить туда. Когда вы отдыхаете в шее, вы помогаете руками, там, как вот этой энергетической губкой, как будто вы крутите и собираете все шлаки, все вот то, что там хрустит и то, что не нужно. Вы собираете этой губочкой, потом выводите и выжимаете шарик через какое-то время. То есть, вы куда отдыхаете, туда ещё отправляете энергетический, солнечный началку или губку. И там себе протираете косточки, всё, что там есть. Причём вы тут поймёте, что есть такое лёгкое ещё протряхивание, которое, если вы себе добавляете, то вам легче чувствовать, что у вас там происходит. И ярче видеть, что у вас там происходит. Получается, зажимы растягиваем? Угу. За счёт собственного дыхания, за счёт вот этого мышечного контрагирования. Теперь, когда вы делаете вдох, смотрите, вы можете что делать. Вы вдыхаете в шею, вот сюда потянули, потом... То есть, и на каждом смене чуть-чуть там на 10-15 градусов поворачиваете шейку и делаете туда ещё до вдох, до вдох, до вдох, до вдох такой... До новых встреч! Смотрите, у многих может быть, Женя, желание такое возникает, чтобы что-то быстро так добавить, а потом опять в плавность уходите. Уходите в плавность все время, потому что ритмы в корее главного мозга плавные, и тогда легче запускать вот эти оздоровительные процессы. То есть, когда ритм плавного, все происходит более качественно, более плавно. Теперь вам становится понятно, когда вы делаете какое-то упражнение из хатха-йоги, вы загнулись, нашли положение, и там сидите, и чего вы там делаете? И думаете, делайте это. Все, садитесь прямо на пол. Ногу ноги вытяните. И с прямой спиной попробуйте спокойно. Вот шея у вас прямая. Просто наклоняясь, как бы, грудиной коленки, и ложите, условно говоря, живот себе вот сюда, на эту часть. Не голову тяните к пальцу, а ложите живот. И начинайте дышать то шеей, то поясницей. И чуть-чуть наклоняйте в разные стороны шею. То есть, чтобы у вас позвоночник скручивался. Все, что касается вдоха в грудной отдел, шею и верхнюю часть спины, делайте, добавляя звук «А». Внутри такой идет он. Сиделочек поменяется такой, какая ножка. Все то же самое делаете по-моему. Продолжение следует... Вот тут нюанс, что не бывает такого быстрого расслабления мышц в глубинных. На это уходит где-то как минимум минута, две, три. Это называется продышать асану. То есть вы заняли какое-то крайнее для себя положение, для него сохранение ровности спины. И даже на вот этой ровной спине подразными углами скручивания вы продыхиваете. Забегаю вперед, скажу, что если вы в ту, куда продыхиваете, и в ту мочалку энергетическую, которую вы туда отправляете, еще добавите пульсацию, и в мочалку у вас будет вибрировать, например, при звуке А, то процесс ускорится и усилится. Немножечко обратную связь я хотел бы получить.